Товарищи, прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский стройник. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25-го года существования советского правительства. Война значительно сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. Она заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. Она превратила нашу страну в бедене и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную армию, наш военно-морской фронт. Период мирного строительства кончился. Начался период особоительной войны с немецкими захватчиками. Предпринимая нападения на нашу страну, немецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом полтора-два месяца и сумеют в течение этого короткого времени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы не скривали этого плана молниеностой победы. Они, наоборот, всячески рекламировали его. Факты, однако, показали всю легкомысленность и беспочвенность молниеностного плана. Теперь этот сумасбродный план нужно считать окончательно проваленным. Товарищи, русский должен ждать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого смысла действия. Убивая всякого русского, советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость вызывать уничтожение великой русской нации. Наций, Кушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Куртозова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну. Что же? Если немцы хотят иметь истребительную войну, а мне и я, как будто.